Больше у меня их проекты как-то не мотивируют, не радуют, вот. Раньше, я не знаю, просто сейчас у меня немного отношения к мотивации поменялось, вот, но раньше меня мотивировали игры, то есть я проходила игру, ну, там, например, какой-нибудь Mass Effect, берешь, включаешь Mass Effect, там, не знаю, берешь сохранение с этих трех концовок, играешь эти три концовки, там, ну, в смысле, самую одну концовку играешь, плачешь и такой, блин, я хочу работать в Биоваре, идешь, делаешь работы, там, в концепте же для Биовары, ну, делаешь такой же стилистики или просто мотивируешься этим, не знаю, как-то все это, ну, все это на поверхности, на самом деле, люди ищут что-то внутри, на самом деле, все это сверху, найдите для себя что-то. Мне кажется, я говорю одни и те же вещи, просто везде одно и то же, ничего сложного нету, просто найдите для себя, что вас будет вдохновлять, что вас будет радовать. Есть такая тема, что, я не знаю, я вот сейчас смотрю на ArtStation и смотрю очень много одинакового арта, вот, и вижу, что люди пытаются друг подругу подстроиться, не знаю, нравится ли им это, но, если нравится, круто, если нет, то зачем себя перебарывать, просто найдите, что вам нравится и делайте. Конец. Ну, я не знаю, ну, все это так, что видно. Ну, некоторым, некоторым надо это повторять каждый день, чтобы они не поняли. Ну, простых путей нету, надо это помнить, нету никаких волшебных кнопок, кисточек. Вот, единственное, что я могу сказать, например, вместо того, чтобы пойти в Scream School, вы можете на эти деньги купить себе хороший компьютер, купить себе хороший монитор, что вообще немаловажно, потому что, мне кажется, у меня был неплохой уровень работ за счет моего монитора, потому что я на нем вижу всякие косяки, и вот сейчас, когда смотрю на ArtStation, и всякие безбожные фотобаши, я вижу все косяки просто людей, и такие, господи, как они этого не замечают, зачем они это выкладывают, поэтому монитор, это тоже важно, то же самое, как комп и планшет. Купите просто себе хорошее железо, чтобы не напрягаться особо во время работы, ну, чтобы вас это не отвлекало, там, торможение компа, потому что, когда я рисовала, все мои работы до Scream'а, а, может быть, и нет, короче, когда я рисовала, мне было очень тяжело, то есть никакого ZBrush'а, в ZBrush'е ты там, пока эту модельку повернешь, у тебя еще и комп сдохнет в итоге, в общем, ну, как будто, лучше себе железо какое-нибудь хорошее приобретите на эти деньги вместе с планшетом, монитором, и сидите, рисуйте, смотрите гамроуды, вдохновляйтесь крутанами, и вообще очень важно смотреть очень много на крутые арты, то есть на 2D, 3D, неважно, там, на traditional, потому что чем выше уровень работ, на который вы смотрите, чем выше планка, как я уже говорила, тем больше вам хочется именно к этим людям тянуться, то есть если вы смотрите, извините, на херню всякую, то вы как бы и тянетесь к херне, но если вы поставите себе работы покруче, то и мозг ваш будет тоже стараться как-то соответствовать этому уровню, что ли. Ну, может быть, не у всех так у меня так было, поэтому, может быть, я быстро отмолюсь, вот, может быть, не знаю, может быть, это какая-то сверхсила, может быть, я с другой планеты, не знаю. Ну, всё, сейчас ребят скажут, да, но, наверное, понедельник, им всё можно, они всё умеют, а я, я просто смертный. Да-да. Да, ну, вообще всё одинаково, просто кто-то находит в себе силы, а кто-то, например, сидит и в чатиках общается о том, как правильно рисовать, вместо того, чтобы сесть и действительно порисовать. у каждого, мне кажется, своя душа, что ли. Короче, садитесь и елся, конец. Да-да-да-да. Нам надо отбивочку придавить, всё-таки, слово понесу. А ты, кстати, скажи, пока ты можешь включать видеоролик с кочиной. Да, я могу как бы показать, с кем это всё сделано, а то, мне кажется, не все поняли, кто играл в Метал Гир, кто же тут главный. Вот. Да. А, кстати, скажи сейчас пару слов о том, что ты вообще делаешь. Я безбожна фотобаша. Ну, в общем-то, всё, не знаю. Прекрасно, ребят. Ну, я беру, вырезаю какие-то детальки с мотиков и просто склеиваю их. Ну, я просто взяла несколько картинок, потому что я не успела опять-таки подготовиться. У меня вообще много всяких рефов, вот, ну, я просто вообще давно уже не занимаюсь таким фотобашем, то есть я сейчас стараюсь от руки рисовать. Вот у меня только последняя работа, это я просто попробовала как пучера, поэтому у меня там только много фотобаш, там вообще всё, фотобаш и 3D. Вот, ну, а так я стараюсь как бы от этого уходить, ну, потому что это просто неинтересно, вот, и всё. Я как-то прошёл этот момент. Я, конечно, использую, то есть я не буду говорить, что я от этого отказалась, но всё равно как-то ставлю себе челленджи. Просто, я не знаю, внутри себя такая, ну, давай, попробуй без фотобаши, посмотрим, чего ты стоишь, ну, и как бы пытаюсь что-то сделать без него. Но по работе я, конечно, много использую, потому что там времени нету ставить себе челленджи, а для себя я как-то так, более свободна. Хочу с ним, хочу без. Вот. Ну, а сейчас я просто вот вырезаю какие-то детальки, которые могут подойти. Просто ставлю на места. Создаю инопланетянина свои мечты ещё, можно сказать. Ещё, кстати, есть клёвая тема по поводу фишек всяких, я не знаю, насколько она будет удобной. Ну, я просто, я попробовала так, мне понравилось, но, к сожалению, у меня всё никак нету времени продолжить так делать. Сейчас я, я не покажу, как это конкретно делалось, но я просто объясню суть, опять-таки. Я думаю, у меня видели вот эти работы. Вот эти работы две. В общем, как они делались. Это просто быстрые скетчи, чтобы особо там не запариваться. Вы, короче, берёте, я не знаю, можете изначально лайном накинуть, можете вообще ничего не накидывать, то есть у меня как получилось. У меня, к сожалению, PCD тоже не сохранились, то есть у меня вообще голяк полный. Вот, я поэтому просто объясню принцип. Ну, может быть, кому-то это будет полезно. Вот, может быть, кто-то найдёт в этом свой стиль. Рассказывай, рассказывай. Да. Вот эту работу я делала с лайном. Тут у этого чувака на мотике. То есть я сначала там накидала какой-то лайн, он вообще был примитивный, вот. А потом я взяла фотку для того, чтобы не накидывать цвета самой. То есть... Сейчас. Всё очень понравилось. Вот, берёте фотографию и блюрите её. Эту технику я... Не помню, как художника зовут, но ник у него Чина Рина, я думаю, все его знают тоже. Я просто у него это увидела и... О, сейчас блюр, мошен, блюр. Вот, ну вот, короче, вот так вот смазывайте. Вот, и у вас есть ваш скетч. И вы начинаете просто... Сейчас, у меня такие стёпли. Вы просто начинаете что-то делать. Ну, естественно, у меня там нормальный лайн более-менее был. То есть я сейчас так примерно накидала. И вы просто берёте цвета. Вот. Вдобавок вы можете сделать такую штуку, как автотон, автоколор. Он там вообще здесь очень помогает. Ну, и просто что-то делаете. Вот. Клёвая штука. И здесь вот... Так, сейчас вот. Я, кстати, вспомнила с мошенблюр. И вообще с блюр, я, по-моему, не видела такого приёма. Так что мне кажется, действительно интересно. Ну, да, вы можете найти у него... У него, по-моему, нету прямо штаб-тутера. Но есть кусочек из тутера платного. Вот. То есть, ну, вы можете понять сам принцип. То есть не обязательно это прям целиком смотреть. Да-да-да-да. Ой, это не та картинка. Не, ну, можешь как-нибудь там идентифицировать и... Да, в общем, здесь вот, в общем-то, можно увидеть даже очертания общие. То есть здесь я никакой лайн не делала. Просто я такая, о, здесь какой-то человек получается. И вот так вот начала офигарить человека. То есть вот здесь вот у него бронька. И вот это всё... Сейчас, извините. Вот, короче, всё пошло-поехало. Ну, вот так вот что-то там начала делать. Может быть, кому-то это поможет. То есть в этом можно увидеть какие-то силуэты. Или просто начать набрасывать что-нибудь, а потом понять, что вы что-то видите. И просто делать. Вдобавок, у вас есть чит, вы видите цвета. Ну, в смысле, у вас уже есть цвета, и не надо самому их искать. Потому что делать цвета самому, это очень проблематично и занимает много времени. Если у вас есть цель, типа, научиться самому вырабатывать крутые цвета, это как бы одно дело. То есть вам этот метод не пойдёт. Вот. Но если у вас нет времени заморачиваться с цветами, и вы просто хотите сделать там концепт какой-то, но с цветом у вас проблемы, то фотки в таком порядке вам помогут. Мне кажется, даже по концепции смотришь, что вот именно не цвет может даже, а формы какие-то, силуэты. Почему бы и нет? То есть можно вообще поэкспериментировать с разными фильтрами фотошопа. Да, вообще и да. Главное, что ли? Не обязательно делать, прям, ну, копировать. Возьмите и ещё что-нибудь новое придумайте. То есть я вот ученый Рина взяла это, а вы возьмите и у нас у всех соприте что-нибудь. То есть не надо останавливаться на чём-то. То есть генерите свои идеи, попробуйте там, я не знаю, там вместо, блин, я даже не знаю, какой пример привести, просто возьмите на место, ну, вот вы, например, рисуйте робота, там вместо чего-нибудь ставьте ему совсем неподходящий момент, там развлёрьте его, и окажется, что из этого выходит какая-то деталь, там, не знаю, просто экспериментируйте. Не просто копируйте людей, а пытайтесь обдумать это и внести что-то своё. Вообще, если вы это обдумываете, вы поймёте, что у вас ещё и что-то своё вносится в это. Потому что если вы копируете, вы ничего не вносите своего, а если вы это обдумываете, если вы проделываете этот путь, то вы выносите что-то для себя новое, а потом вы можете это передавать или развивать просто и искать какие-то новые подходы. Потому что можно просто очень долго смотреть на арты и ничего не уметь, а можно пять раз попробовать, и вы найдёте какие-то фишки, типа, которые для вас когда-то были загадкой, а потом вы такие, ааа, вот так, просто линию провести, ну, это несложно, я могу. Вот, то есть, как бы, просто пробуйте, и всё. А как ты думаешь, можно ли в одной работе сочетать все виды рисования, так сказать, скетч, моделинг, фотоапаш и так далее и тому подобное, или лучше так не делать, чтобы не было каши? Немного странный вопрос. Ну, да, действительно странный, но да ладно, бывает. В общем, ссорит в том, что вы можете делать вообще чего угодно. Если у вас в итоге выходит качественная картинка, то делайте чего угодно, но используя разные техники, когда я фотоапашу, я это всё обрисовываю, и у меня нет такого, что вот здесь вот прям конкретно вставлена фотка, а вот здесь вот нарисовано. Я пытаюсь это всё как-то уравнять, сбалансировать, то есть у меня есть работы. Сейчас я покажу. Есть работы с 3D, вот. Сейчас, секундочку. Я сейчас опять буду всё искаживать. Видишь, не спаливаю. А то там сейчас опять будет что-нибудь. Да не, ладно, ничего не будет. Да-да, конечно. Знаю я это, что не буду вспыхать. Как всегда, про кисти опять вопросов много. Всех спасут волшебные кисти, конечно же. Да, у меня среднестатистические кисти, ничего особенного нету. Ну, у меня на самом деле нагружена куча паков всяких разных, но я ими особо не пользуюсь, так как бы куда приспичит что-нибудь новое порисовать в целом. Я их даже не использую. Вот. Сейчас, извините, что так долго, я просто что-то растерялась. Да, у нас целый час, я прям не так понимаю, ещё есть. Ну да, у нас час десять. Так, сейчас, а я, блин, почти нашла. Ну что? Елена, пока ты ищешь, скажи, ребятам, всем прям очень хочется ещё раз услышать, есть ли у тебя художественное образование? Какое у тебя образование? К сожалению... Да, в начальстве. Больной вопрос. К сожалению, художественного образования у меня нету, потому что как-то выпущенный этот момент был. На самом деле я очень хочу академический рисунок. Вот, мне очень нравится академика. Я бы хотела рисовать что-то... Я даже не знаю, хотела бы рисовать эти фигуры углём, там, карандашом и живописью заниматься. То есть как бы для традиционного у меня совсем навыков нету. То есть у меня есть бумажная работа, я могу их тоже показать. Сейчас у нас... Я их даже специально подготовила. То есть это совсем старьё, но я на бумаге очень редко рисую. То есть, короче, и поэтому можно понять, что художественного образования у меня никакого нету. Чаще всего я рисую в метро, то есть чтобы занять время, поэтому работы немного кривые. Это акварелька моя. То есть тоже решила попробовать это всё из метро. Вот, то есть ничего такого особенного. С натуры я тоже не рисую, я как бы всё, что в метро делаю, это всё из головы, поэтому работы немного кривые. По поводу просто образования у меня неокончено и выше. Вот, то есть я пошла в институт, поняла, что мне это неинтересно, что как-то я... Ну, не знаю, как-то так сложилось, что я ничего не хотела делать. Вот. Ну, а потом начала рисовать. Вот так вот. То есть я год на самом деле ничего не делала, а потом поняла, что так продолжать нельзя, надо чем-то заняться. Вот. И как-то так получилось, что... Ты шла в сочинение? Да, меня заинтересовало рисование. К сожалению, я так и не нашла эту работу, я чуть не могу понять, где она, это очень странно. Ну, в общем, в чём сосоль? Я просто тогда открою свой Air Station и хотя бы покажу, какую работу я ищу. Так, вот она. Короче, вопрос, я помню вопрос, он звучал так, можно ли всё объединять. Ну, здесь вот, здесь, конечно, нет фотобаши, но здесь 3D. Я не знаю, насколько это выглядит мешаниной, это, конечно, немного инородные объекты. Изначально я хотела отрисовать сама вот эту вот плёнку, но когда я начала её рисовать, я поняла, что это офигеть, как долго, это муторно и главное, что это того не стоит просто. Я потрачу время и эффект будет тоже проще сделать это в Марвелосе просто накинуть эту ткань, вот, и в кейшоте накинуть на неё материалы прозрачности, и всё будет здорово. То есть, незачем. То есть, ты прям как Марк Колобаев, ты используешь кучу-кучу-кучу техник, кучу-кучу разного ПО. Ну... Всё, я правда это все? Думаю, да. Нет, на самом деле, Марк молодец, что он тоже пробует всё и вообще это в массы несёт. Ну, в этом просто залог, мне кажется. Вы должны попробовать это всё, вы никогда не узнаете, что хорошо, что плохо. Если вы сомневаетесь в том, что фотобаш 3D и обычное рисование плохо смотрятся вместе, ну, попробуйте просто нарисовать всё, объединить это вместе. Если не получится, попробуйте сбалансировать. Если не получается, ну, значит, это... Значит, это несовместимо, но вообще я не думаю, что это несовместимо, потому что, по-моему, сейчас полмира так делают, они используют всё. И фотобаш, и 3D. Вообще, посмотрите на работы OnePixel Brush. То есть, там вообще основа это 3D, затем фотобаш, и затем рисование. Такс. Мы ещё понакидали вопросов. Тут-тут опять красить 3D, красить 3D. А ты дома? Да. Можем разбавить. Да, самое первое, подними мотивацию всем начинающим художникам одной фразой. Давно. В конце надо будет. Ну, ладно. Одной фразой? Одной фразой? Мне 21. Только из каждого синого. Наша картинка клена должна быть. Хотите мотивации? Вот она. Да не, на самом деле не то, что я особо зазнаюсь, но просто... Как бы... Просто имейте в виду, говорю. Что? Просто имейте в виду, говорю. Да, вот, кстати, моя успокоительная картинка. Я просто... Я до сих пор ещё волнуюсь. И против нее. Мне нужно успокоение. Мне поставить... Я боюсь, что это не мотивация, а ты многих просто в депрессию загнала этим сообщением. Дело в том, что... Да, такие же хотят пойти себя убить. У меня... Есть... У нас же они руки и сердце делают. У меня уже есть молодой человек. Это, может быть, мой молодой человек пишет? Нет, на самом деле нет. Я слышала, что... Да, там какой-то смех на заднем плане просто... На самом деле это был склейп отчаяния. Да, это что я подумала. Да. Канал CG Speak. Самое лучшее брачное агентство среди художников. Да-да. Всё делаем через тлен. Нет, ну в конце выпуска будем, знаете, такие, типа... Не знаю, Пафнутий, 22, ищут, там, не знаю, высокую блондинку. Желательно... Ну, не знаю, что же она художница, горе в семье, да? Нет, ну, там, не знаю, допустим, она будет не художницей, там, ищут девушку, знаешь, блондинку какие-нибудь дизайнера, которые любят Баха и читают, и знает, о, ты до Стругацких, найди меня, там, и всё такое. Мне кажется, у вас возрастут рейтинги. Да-да-да. Нет, у нас рейтинг-то и так высокий. Возможно, Алису придётся заменить Гузеевой. Господи, зачем ты это делаешь? Ну, у нас зачем не надо никому принять. Во-первых, Алису никто никогда, никогда не заменит, это вот просто подписываясь под этим, да. Нет, ну, просто вести брачное шоу, мне кажется, было много. Ни в коем случае не дайте тебе, господи, там, вообще. Это же будет кошмар. Нельзя. Ладно, будет весело. Я тебе потом, Лёша, расскажу одну идею, тебе понравится, я уверена. Отлично. Ой, тут спрашивают, какие программы. Фотошоп, киншот, запраш, пользуется Ангелина. Сейчас я буду. Я использую всякие разные программы. Ну, я на самом деле не сильно в них вникаю, но, как бы, это тоже нужно, но все мы люди, всем нам лень. Вот, вообще, у меня основа это фотошоп, то есть, как бы, все в фотошопе делают, все. И с недавних пор я юзаю Poser, DAS, вот, DAS Poser, я думаю, вы тоже знаете о нем. У меня пока только одна работа с ним, то есть, я ее, как бы, показывала с чувака на мотоцикле летящем, вот. Вот, не знаю, может быть, потом еще чем-нибудь сделаю, но сейчас просто времени нету. Потом ZBrush. Ну, я тоже им нечасто пользуюсь. Ну, так, я просто знаю там какие-то азы базу, ZBrush'а. Вот, если что, могу там спросить у кого-нибудь, мне подскажут. То есть, ну, особо тоже много чего, не знаю, вот. Иногда, ну, блин, дело в том, что я сижу в этих программах, но работы у меня с этими программами в использовании нету. Например, там, Marvelous, вот у меня одна работа, которую я показывала, вот это, где она, вот это вот. То есть, это единственное, где я Marvelous дизайнер использовала, но вообще вещь очень крутая у нас сейчас такой проект на работе, где нужно делать шмотки. И у нас один крутой парень, зовут его Андрей Коробкин, он, в общем, в этой программе выстрогал столько шмот, она симулил это все. Вот, в общем, если вы хотите одевать свои 3D-модели, то это очень крутая программа. Вот, в ней я немного чего делаю, но я собираюсь засесть в нее, как только будет какая-то идея. Вообще, у меня есть, я очень хочу сделать своего персонажа одного в 3D, и там, естественно, у него тоже шмот. Вот, ну, как бы, у него тканька, там, пальто, все дела. Ну, в общем, будет время, обязательно сяду там, сделаю все это. Вот, но имейте в виду, там, надо знать шитье, выкройки, придется вникать в эту тему, потому что для того, чтобы грамотно, там, сделать шмот, надо вести какие-то расчеты, чтобы он у вас склеивался, чтобы не был кривым. Вот, но вообще программа хорошая. Вот, потом я использую, ну, кейшот, это понятно, для материалов всякого. Даже, думаю, нет смысла приводить какие-то примеры, все это используют. Вот, алхимию использую, но тоже очень редко, ну, когда совсем там нет идей. Ну, вообще, очень полезная штука, если у вас какие-то проблемы с тем, с чего начать рисунок. То есть, если вы совсем не знаете, с чего начать, то алхимия, вообще, самая тема, она подсказывает вам, ну, как развивать фантазию, подсказывает, что делать дальше. Сейчас я пытаюсь 3D Max изучить, вот, нашла какие-то крутые дутры на русском, там, чувак, прям, объясняется хорошо, не знаю, если хотите, могу скинуть. Я, правда, пока немного уроков прошла у него, может быть, кому-то это покажется дурацкими уроками, вот, но вроде неплохие. Вот, так что буду 3D изучать активно, в планах у меня, по крайней мере. То есть, сейчас я 3D не очень-то много знаю, может быть, у кого-то сложилось впечатление, что я еще и 3D знаю, потому что делаю вот таких вот чуваков, но на самом деле, все это базово. То есть, нету прям конкретных знаний. Ну, зайти и что-нибудь склепить я могу, конечно. Вот, ну, чтобы потом, там, чтобы это была рабочая модель какая-то, нет, такого нету мне. Не знаю, из программ, наверное, все. Вот, все, ну, ва-ла. Да, вообще, надо все, тоже пробовать, всякие Coral Draw, я знаю, есть Крита вроде, тоже прикольная программа, бесплатная вообще, там, вообще, короче, основной плюс, то, что она бесплатная, вот, наверное, это все ее плюсы для меня, потому что я нифига в ней не разобралась, но я знаю, что там есть крутая тема с построением перспективы. Ну, то есть, как бы для меня после того, как я насиделась в фотошопе, она неудобная, вот, но, может быть, кто-то найдет в ней что-то, потому что там очень удобно выстраивать перспективы, если вот вы совсем нуб в environment и вообще у вас проблемы какие-то с восприятием, с восприятием шейпов, не знаю, с восприятием перспективы, то эта штука поможет. Ну, вот так, не знаю, опять-таки пробуйте все, это вот просто мой совет, и стадики делайте, и 3дшьте, и фотобашьте, ну, просто не увлекайтесь чем-то одним, и если вы это делаете, то просто вникайте в это, не надо. Вот, люди очень часто, знаете, рисуют стадики или фотобашят, не вникают, то есть они рисуют, они не смотрят, как лежит свет, они просто тупо повторяют, они не запоминают, как рисуются детали, не запоминают, как рисуется металл, просто и как бы на выходе так себе получается, и в итоге человек потратил время и не вник в это все, и ничего ему не вышло. Кстати, а позвольте себе спросить, а что тебе было сложнее всего вникнуть, вот, например, просто твоему же обучению, если брать в качестве примера, что было понятие сложнее, вот именно изучить, как ресерч такую? Наверное, 3д, потому что это вообще штука сложная, по-моему, я не знаю, по-моему, Хаменко в этом говорил, он очень забавно сказал, что ты заходишь в моду, а потом не понимаешь, что это вообще, для кого это, кто эти люди, которые сидят и моделят, это все не для меня. И вот, да, ты как бы заходишь в 3д, будучи 2д-художником, и ты такой, господи, для кого это, вы больные, вы собираете полигоны, вы вообще нормальные, то есть вам ок, вот. 3д это сложно, но опять-таки, наверное, можно привыкнуть. Я просто знаю такую тему, что поначалу, я просто у вас смотрела стримы, и некоторых художников слушала, вот Михаил Барулько сказал тоже клевую вещь, типа, что он не хочет заморачиваться на технической части, то есть у него это отнимает время, и вместо того, чтобы творить, он сидит и там крутит модельку, там высчитывает, и что-то копается в настройках, да, есть такая тема, но все зависит от того, надо ли это вам. Я, например, хочу делать, ну, как, не знаю, hard surface, то есть это sci-fi, и без 3д, без фотобаша, я его просто не сделаю, для того, чтобы нарисовать такие штуки, это, я не знаю, надо быть человеком, у которого куча свободного времени, и делать ему нефиг просто. Понимаете, можно нарисовать это все от руки, но единственное, чего ты достигнешь, это успокоишь свое эго, вот. Ну, как бы, у меня, например, короче, без 3д и без фотобаша я не смогу делать hard surface, то есть, может быть, кому-то это не надо, и поэтому им не нужен вообще изи-браш или 3д, вот, все эти сложные штуки. Ну, вообще, если вы хотите быть мировым художником, то вам нужно будет 3д, то есть, я, как бы, поэтому 3д я хочу начать изучать, точнее, я начала. Я еще у тебя уточнить хотела даже не столько про программы, а скорее даже про какие-то отдельные объекты, что для тебя было труднее изучить, там, анатомию, что было сложнее, там, изучить материалы, там, отрисовку металла и так далее, это же не все фотобаш, у тебя есть работа, которая, ну, без фоточек, правильно. Ну, да, на самом деле тяжелее, ну, вообще, для меня тяжелые это инвайроменты, то есть, я, у меня проблема с восприятием пространства, что ли, я не знаю, у меня так получается, что, когда я рисую, у меня вся картинка ужимается, то есть, я не могу рисовать какие-то раскинутые картины, потому что я всегда сама ужимаю их каким-то магическим образом, то есть, я рисую долину, там, с водой, там, не знаю, с реками, с горами, а в итоге у меня получается картинка камня какого-нибудь, и ты такой, черт, восьми, да я только что долину рисовала, а у меня тут скала одна нарисована, то есть, у меня как-то проблемы с этим, но, посидев какое-то время, потом все это, конечно, выходит, вы хоть чего-то достигаете в этом, то есть, как бы, у меня выходили инвайроменты неплохие, но, опять-таки, они даются просто тяжелее, вот и все, то есть, тяжелее, чем персонажка, но это не значит, что на это надо забивать, вот, надо просто развивать это. Ну, а так, в общем-то, что дается сложнее, ну, просто, мне, например, не нравится, как я рисую в плане анатомии, то есть, у меня она достаточно примитивна, то есть, вроде бы реализм, да, а не хватает какого-то, какой-то вот академичности, строгости, что ли, вот, мне хотелось бы, короче, больше академки внести, больше вот этой серьезности в свои фигуры, например, и просто как-то научиться рисовать именно академку, потом тратить на это дохрена времени. Ну, опять-таки, знаете, это чисто для себя, потому что по работе это, опять-таки, можно взять фотку и использовать ее. Да, то, что сложно для меня, не будет сложно для кого-то другого, а то, что сложно для кого-то другого, может быть, легко для меня, в общем, мы все-все по-разному. Понятно. Ну, я так понимаю, на самом деле, в твою вот эту вот общую философию... Я, кстати, говорю, да, Алиса, задай вопрос, а то я что-то заболтался. Да, пожалуйста. Нет, никогда не прощу. Просто у меня посреди стрима немножко отрубился интернет, поэтому я ненадолго пропал, поэтому извините. Пытаюсь восполнить. Да, пытаюсь восполнить, и поэтому много вопросов. На самом деле, ну, для работы понятны цели оправдывать средства, а знаешь, как это челлендж себе в виде, там, тысячи зарисовки рук, там, или тысячи лиц зарисовки? Да, вообще, у меня была такая тема. Ну, как тысячи, это слишком. Понимаете, если вы считаете, что вам чего-то не хватает, ну, да, конечно, попробуйте это прессовать, потому что я уже говорила, что надо рисовать всё-всё-всё. Вот я тоже рисовала руки когда-то, тоже всё это делала, это всё стадики. То есть... Если вы хотите портрет рисовать, рисуйте портреты, там, нафигачь ты их себе получил, да, и рисуйте. Не знаю. Если вы считаете, что вам без этого не рисовать крутые руки, ну, нарисуйте тысячу рук. Если вы считаете, что можете без этого, ну, блин, я не знаю, каждому в свою. Если тяжело вам, я не знаю, без этого, ну, вам придётся тогда это делать. Если вы можете без этого, вам повезло. Я в своё время рисовала много чего. То есть и портреты, и стадики, и руки, там, и всё на свете. Это помогает. Главное не рисовать это постоянно. То есть если вы рисуете одни стадики, вот есть один чувак, как-то он называется, я извиняюсь, если он на стриме, если он слушает, то ли у него ник «Три сосиски», то ли «Три соска», я уже не помню. В общем, он круто рисует стадики, но почему-то своего он ничего не рисует. И вот вы зацикливаетесь на стадиках, а потом, ну, почему-то ничего своего не рисуете. Так тоже нельзя. То есть вот пример, извини меня, чувак, но вот, если я чем-то обидела, но просто это неправильно. Надо рисовать всё. То есть попробуйте, например, нарисовать что-то своё, там, ну, например, там, фэнтези-клогу какую-нибудь, если вы любите фэнтези. Вот, и те вещи, которые у вас не получаются, попробуйте, во-первых, подставить их в плане поставить рядом и нарисовать самому именно в этой работе. То есть, грубо говоря, склеить, я не знаю, разные объекты и срисовать с них в одной работе. Ну, то есть там у вас там не получается голова, взяли фотку, поставили рядом и нарисовали голову. На этой же работе не получается рука, взяли другую фотку и там поставили рядом и нарисовали так же. Вот. Но не рисуйте чисто стадики без конца, потому что потом вам это аукнется тем, что вы не сможете ничего рисовать из головы, а это очень проблемно. Это вообще очень важно рисовать что-то своё. А для того, чтобы у вас хорошая фантазия работала, надо немного читать, играть, смотреть фильмы. Вот. Как-то развивать свою фантазию. А вообще о чём вопрос-то был? Вопрос был про изучение, собственно, ну, то есть про изучение и про самочеллендж. То есть готова ли ты на самочеллендж там нарисовать много рук, много голов просто ради изучения? Нет, я не готова, потому что это займёт кучу делькоценного времени, которого у меня нет. И я не знаю, чтобы потешить своё эго, мне достаточно нарисовать пять голов. Я пойму, что я слаба для этого и попробую их поизучать, вместо того, чтобы рисовать тысячу. Блин, да я на сотой пойму, что всё не так плохо и... Ну, можно их продавать. Да, типа того. Ну, я поняла, что это утрировано, конечно. Ну, ради челленджа. Да я устраиваю все челленджи периодически, но они заключаются не в том, чтобы просто нарисовать головы, которые потом никуда не пойдут, а в том, чтобы сделать какой-то сюжет, композицию. То есть мне интересно какую-то картинку делать. То есть я сейчас стараюсь... Ну, у меня нет уже такого, чтобы я персонажку прямо на голом фоне рисовала. То есть раньше было, это было просто, и сейчас мне это неинтересно рисовать. То есть мне тоже особо неинтересно стоящего инопланетянина какого-нибудь сделать. Вот. Просто сейчас это неинтересно, поэтому я стараюсь тоже себе челленджи какие-нибудь делать, да и делать другие работы. Тоже там рисовать без фото-баши или наоборот использовать 3D. Вот, кстати, ребята как раз спрашивали, что ты делаешь конкретно по работе. То есть атмосферные скетчи или концепты для будущего моделинга? То есть именно с фото-баши, которые потом делают ребята в 3D, не требуют ли то же самое, но в лайне и с трех сторон? В лайне и с трех сторон не требуют, потому что... Ой, как можно сказать? Это чисто геймерская тема, ну, именно в гейм-индустрии, я думаю, она больше работает, потому что... Там делают модельку... Блин, я не знаю, может быть... Я просто не знаю на самом деле, как это работает именно в гейм-индустрии. Ну да, там надо просто... С нескольких сторон для понимания, чтобы 3D-художник понимал, как это все делается. То есть это делается, вот эти три развертки, только для того, чтобы 3D-художник не задавал лишних вопросов. И как бы у него... Короче, чтобы на это меньше времени уходило. То есть, я не знаю, мне на работе пока не доводилось делать с трех сторон. То есть там как-то... Да, надо было рисовать одно время много персонажей для одного проекта, но... Как-то с одной стороны все делалось, и... Ну, прям с фронтовой стороны, а все остальное уже работа для 3D-художника, то есть для его там фантазии. Вот. А первую часть вопроса я не помню. Ну, я думаю, ты... Я ответила, то есть тебя спрашивали конкретно, что ты делаешь по работе, но ты, в общем-то, делаешь именно такие атмосферные скетчи для моделинга, правильно? Или... Ну, я не делала много атмосферных скетчей, ну, хотя иногда тоже делаю, но... Короче, просто перечислю, чего приходилось делать. Давай. Персонажку, скетчи, Энвайроменты, целые иллюстрации, потом... Как эта штука называется? Стори-борды, титры, то есть оформление титров, немного мотопейнта делала, ну, в общем-то, все. Да, все делала просто. Вот. Ну, как бы... Крутецкий. У нас есть чувак, вот, я говорил про него, Артем Харчев, он делает... Ну, он тоже, как бы, рисует все, но в основном он рисует мейты. Вот. То есть, непосредственно мейты, которые потом вставляются в фильм. Вот. Ну, как бы... Он делает все, но преимущественно мейты. То есть, у нас все делают все, но преимущественно что-то. Я больше персонажку делаю. Еще у нас есть Макс Ревен. Вот. Тоже крутан-крутанок. Он тоже очень много что делает. Вот. Ну, все делают, что им скажут, да и все равно. Ну, у кого-то там бывало такое, там, у меня что-то не получается, кому-то отдадут это задание, у кого-то другого что-то не получается, там, или там, работы у кого-то много, задания бывают, перекидываются. Ну, такое тоже бывает. Понятненько. Так. Ой, господи, еще вопрос не кидали. Да боже ты мой, когда же вы угомонитесь-то? Через 40 минут. Через 40 минут. Ой. Тут как изучение мехов, роботов. Нет. Вот. Личный вопрос. Ангелина же не покупает снимки и модельки, которые используют для фотобаши. Не было у нее проблемы из-за того, что она заимствует чужой контент? Спрашивает чувак под ником V. Значит, вендент. Во-первых, я не использую никакие модельки чужие. Я все моделью сама. То есть, если я что-то использую, то есть, у меня нету таких работ, где я... А фоточки? Фоточки я беру на фликере или еще где-нибудь. Все это... Вицы в кого? Во-первых, они в открытом доступе. Короче, у меня не было никаких проблем, потому что фотки в открытом доступе, они не используются для коммерции. Вот. А вдобавок, они изменяются так, что, ну, там просто... Ты даже... То есть, просто не узнают свою фотку, да, это как говоришь? Ну, да. Не, ну, бывали там по фану, типа, вот, я брала датский спецназ, ну, мне просто понравились. Вот. Там была такая у меня работа. Еще какие-нибудь штуки, там, тоже на стадике просто. Ну, берешь фотку, ну, что делать? Вот. А так, не знаю. Да я уж так давно фотки не использую, прям вот, ну, прям вот так вот, чтобы вставлять. Так что, нет, проблем не было. Но если вы хотите подать на меня, может быть, это обладатель какой-нибудь заветной фотографии. Позвучало, так что, типа, давай, попробуй. I dare you. Да-да-да. Дерзни. Такой немножечко давайте расслабимся. Спрашивает, что делать, если от стула уже попа болит? Заняться спортом, побегать. Не, не надо сменить стул. Вот. Надо на что-нибудь мягкое, от того чего не будет болеть. Если этот вопрос подразбивает то, что вы медленно развиваетесь, и у вас, вы сидите, 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 а у вас все равно ничего не получается, если этот вопрос относился к этому, то я не знаю, что посоветует. Ну, вообще рисовать может каждый. Либо вы что-то не так делаете, вот, либо, я даже не знаю, может быть, это не ваше, но мне, кажется, не стоит так говорить, потому что рисовать может каждый. То есть, это то же самое, как и петь может каждый, просто кому-то это быстрее дается, кому-то нет. Да ладно, если совсем голоса нет, ни голоса, ни слуха, нет, слух хорошо, можно развить, окей. Я при своем отвратительном голосе закончил музыкалку успешно, и ничего страшного, выжил как-то. Но просто голос, все равно, голосу нельзя так построить, если у тебя его нет изначально, хотя бы задатка, это же все-таки с рисованием трудно сравнить. Насколько я знаю, то и голос ставится, все ставится, все это можно сделать. Нет, суть в том, что ты это просто дольше будешь делать, чем человек, которому это дано, от жизни, от природы. Но ты можешь петь. Я не говорю про тех людей, которые приходят на шоу «Таланты», которые такие, я умею петь, хотя пели это в последний раз в душу и все. На самом деле, ты знаешь, ты сейчас это сказала, все могут петь, и такие, через пять лет, я такой, на сцене большого театра, там, и так далее, и все, всякое. А мне захотелось пересмотреть «Рататуй». Пересмотреть «Рататуй». Просто потому, что готовить можно каждый, тоже. Да-да, исполнить. Таше самое. Ты как? Про MMORPG тебя спрашивали? Нет. Ну вот, вот спрашивают, здесь вопрос, правда, в личку пришел, почему, неизвестно, ты говорила там, ну, про Metal Gear, собственно, из последнего играла, про Ведьмака, а в MMORPG зависаешь, где тебе можно, там, всякие Дота, Лолы, там, Ты ему, ты с мамошками не спутай, яй-яй. Нет, я просто, ты поняла, что я имею в виду онлайн игры. Хорошая там. Нет, единственное, во что я играю, в Батву, в четвертую, если касательно онлайна, вот, и бывает раз в год я захожу в Destiny, чтобы посмотреть, какая она убогая, однообразная, и все. Вы можете меня достать в Destiny один раз в году, вот, и в Батлее. Просто говори, вы можете меня достать один раз в году, все. Да, не, ну, просто, на самом деле, мне очень нравится Destiny в плане дизайна, я прям, вообще, обожаю это все, я прям, это прям та стилистика, в которой я бы хотела бы работать, рисовать, но, к сожалению, игра сама по себе очень скучная, неинтересная, то есть, ты заходишь, то есть, я как, я там ушла с Марса, потом возвращаясь опять на этот Марс, это такой, одни и те же мобы, все одно и то же, да ну, нахер, пойду, там, может, я новое поиграю, вот, к сожалению, как-то, не сделали они эту игру нормально, интересно, хотя, они же сейчас 3 нового класса, у них же сейчас норма, это как-то, правильно, дополнение, вы можете сказать, правильно, ну, да, не, ну, хотя люди тащатся с этого, не знаю, может быть, потому, что я как бы одна играю, мне там играть-то особо не с кем, это все-таки игра-то, ну, как-то, многопользовательская, чтобы играть с кем-то, вот, а я там одна бегаю, конечно, мне скучно, может быть, но я не думаю, что если бы я играла бы в компании, я бы смогла бы тратить на это очень много времени, то есть, ну, интересно побегать разок, а потом, как бы, внутри, да, это все равно, короче, там одни тяжелокации, все это грустно, жалко, что такой большой проект, и так, хотя, не знаю, может быть, он и успешный, я что-то особо даже не знаю, я просто так нагнетаю, как будто игра говно, может быть, на самом деле, она очень успешная, а я тут заливаю, вот, ну, я как раз сижу в футболочке, Destiny, ну, не, я на самом деле, у меня у самой кошелек есть Destiny, плакаты Destiny, мне очень нравится, не знаю, и дизайн реально крутой, да, все это круто, но сама игра, к сожалению, увы, я, вот, всем мил, не будешь, у тебя спрашивает Илья, если в планах у Ангелины изобразить настоящую картину, от и до нарисованную по старинке, без фото, текстуры и прочего, как ты относишься к искусству, и кем видишь себя через 5 лет, вот давай с первым вопросом, настоящую картину, от и до нарисованной по старинке, сейчас мы говорим о сюжете, по поводу CG, у меня как бы есть это все, если имеется ввиду, типа, на традиционного характера, в плане сюжета, то есть, там, мужик едет на верблюде, в какой-нибудь город, там, или еще что-то, в этом духе, такой, типа, классический арт, но в диджитале, да, я очень хочу, просто как-то, не знаю, как-то все за это, не сядется рука, поэтому-то я и хочу традиционку изучать, потому что, ну, как это, без традиционки, ты это не нарисуешь сам, то есть, такой большой сюжет, то есть, чтобы это все красиво выглядело, я думаю, в ближайшее время, куплю себе краски масляные, то есть, у меня есть уже мольберт, мне протащили, вот, я, бывает у меня такое настроение, что раз в год, я своих друзей прошу, мне что-нибудь привезти, типа, там, масляные краски, туда-сюда, мне привозят, цветочек аленький, да, на самом деле, для меня это такая же редкость, как цветочек аленький, но просто, ну, мне привозят, я что-то там пытаюсь, у меня не получается, я забиваю на это, вот, ну, потому что, нету подхода такого, типа, вот, сейчас я буду рисовать маслом, типа, готовься, Ангелинин мозг, сейчас будет весело, то есть, у меня нет подхода серьезного, но я думаю, что как серьезно, ну, как только я серьезно за это возьмусь, то, я думаю, обязательно нарисую, нет, вообще, да, у меня есть план рисовать традиционку, ну, я как бы об этом говорила, что хочу. Спрашивали еще просто про рисование без фотобаша, сейчас уже почему-то кто-то называет традиционкой рисование без фотобаша, ну, пожалуйста, почти вся работа без фотобаша, кроме вот этой пленки, то есть, я тоже сказала, что я бы нарисовала бы ее, я бы нарисовала бы эту пленку, если бы это было бы не так долго. Но это еще имеет, вот, например, это еще имеется в виду, о том, что ты же здесь все-таки не все отрисовывала с нуля, ты же, ну, не совсем все, то есть, у тебя там, был и рев позы, и, в общем, и так далее. Это да, ну, а как там традиционщики рисуют? Они рисуют с натуры, как бы, никто не рисует прямо из головы. Ну, тут вопрос, скорее всего, был, что из головы, или, возможно, или все для тебя, ух, как ли? Ну, я не знаю, касательно вот, вот без фотобаша, вот, это вообще у меня есть в реал тайме, на ютубе, можете посмотреть, у меня на канале, то есть, там, и лицо, ну, лицо, как бы, да, это с моей фотки, тут типа я, вот, но все остальное тоже без использования фотографий, если кого-то это так волнует, прям, вот, да, я сейчас рисую, стараюсь рисовать без фотобаша, потому что, ну, просто в одно время становится скучно, ну, как бы, да я уже рассказываю, хочу повторяться. Ну, да. Слушай, такой вопрос, Ангелин, а чувствуешь ли ты мужскую конкуренцию? Много знаешь крутых девушек художных? То есть, дискриминацию? Ну, если честно, я девушек художников, да я что-то так сходу не могу вспомнить, не знаю, нет, я вообще ничего не чувствую, если честно, мне на эту тему как-то, у меня нет такого типа, ааа, художник, это художник, у него нет пола, да? Ну, да, типа того, не, ну, если бы я была бы парнем, я бы не отказалась бы, конечно, от этого, да просто удобнее, нет вот этой вот фигни, типа, аа, почему ты рисуешь сайфай, почему ты не рисуешь эльфов, то есть, если, если мужик рисует сайфай, к нему нет вопросов, если женщина рисует сайфай, почему ты много вопросов, аа, не знаю, не буду уходить далеко куда-то, да нет, нормально у нас, спокойно, еще полчаса, мы можем общаться на любую тему, какую-то хотите, отлично, поэтому, нет, в общем, я, меня еще не чувствую, все отлично, настоящий мужик, ничего не чувствую, я просто рисую, я делаю, я художник, я ничего не чувствую, вот так все, в следующем стриме, я просто рисую, работаю над собой, и достигаю целей, блин, это можно, какой-то промо-ролик такой, я про, вот, знаете, реклама, машин же есть, такие крутые, где-то в горах, там и так-то, там и прочее, я просто вижу, таком, не знаю, в духе, вот, у Apple, эта реклама, да, где женщина бросает молот, сделаем, с такими лицами, я прям, я, у меня прям в голове картинка такая, женщина бросает молот, это вообще аллюзия на 1984, нет, я знаю, да, но в том плане, что вот как-то атмосфера, что примерно ребята предсказали, что у них все творится в голове, не надо этого делать, почему все забыли о жирных эльфах, потому что жирные эльфы умерли на простом стреле, все, все, они вымерли, ребят, все, не готовы, и ребят, их просто не кормили, вселенная не готова, на самом деле, вот вы угораете по поводу, типа, просто делать, там, мотивация, все дела, но на самом деле, так оно есть, просто, почему-то сейчас, сейчас очень много людей, просто, как бы это сказать, я не знаю, может быть, я буду не права, но просто люди не хотят ничего делать, они такие, вот, как то, как это, они задают много вопросов, но вместо того, чтобы попробовать там самому и что-то сделать, они бегут и спрашивают, и даже получив ответы, им все равно это недостаточно, в общем, суть в том, что люди чего-то ждут, то есть, они считают, что у них будет... желают, конечно, все такие чувства. они думают, что произойдет какой-то переломный момент, или что вот, ну, как бы наступит день, и я там смогу это делать, или я начну это делать, или у меня появится желание, так, суть в том, что такого дня не наступит, вы просто, либо делайте сейчас, либо не делайте это еще год, два, или никогда вообще. Знаешь, мне здесь вспоминается еще такая тема, что сравнение, это, я не помню, то ли тоже Глеб, я делал, не помню, короче, я сравнивал сотрудников, почему лучше работают сотрудники не из... Ну, мы находимся, например, в Москве, он говорил, по-моему, московских сотрудников, да, почему лучше работают не местные люди, а приезжие, почему, потому что приезжему надо заплатить за квартиру, здесь, ему надо что-то кушать, он один, там, может быть, с кем-то снимает, ему надо договориться, надо, куча-куча-куча дел, ему выгодно очень-очень хорошо работать, а местному ему не надо твориться, потому что даже если он там его уволит с работы, у него есть мама, бабушка, папа, бабушки, дедушка, квартира накормят, в общем, то есть он не останется голодным на улице просто как бомж, потому что у него есть вот такой парашют очень жирный, а там приезжие, да, то есть у них все надо делать самим, и, то есть, это знаешь, как он говорил о том, что выгоня намеренно ехать в какой-то другой город, потому что у тебя просто не будет времени думать о том, как найти мотивацию что-то сделать, то урчание в животе будет просто самой лучшей мотивацией. Да, на самом деле это так, это круто. Ну да, я согласен, полностью, я вообще считаю, что мотивация это фигня, то есть, как Карлин говорил, что ты либо просто хочешь, либо не хочешь, либо делаешь, либо не делаешь, нет такой вещи, как мотивация. Да, это просто... Если ты что-то не делаешь, значит, ты просто недостаточно хочешь, и все. Ну, это как правильно, так оно и работает, по сути. Да, это так и есть, правильно, добавить даже нечего. Плюс, еще фанатизм, наверное, и вот, я считаю, что фанатизм это хорошо, когда он направленный. То есть, направленный, знаешь, как это и фанатичный стать лучшим художником. Вот человек, у меня просто несколько живых примеров перед глазами, когда люди фанатично хотят вот этого, и прямо они прогрессируют, просто даже вот этот фанатизм их двигает. Да, на самом деле, в этом плане, я вот недавно тоже посмотрела на стрим с Джаммой, он тоже молодец, он вроде продюсировать что-то хотел, но почему нет, ну, как бы, если ты ползаешь... Я вас прошу в Питере. Да, если ты ползаешь низко и ставишь себе низкие цели, ты так и будешь ползать, а он молодец, он уже многое добился и не останавливается на этом, это круто. Господи, он с Мстителями работал, о чем речь-то вообще? Ну, я думаю, это для нас, типа, вау, круто, я думаю, он сам узнает, что может получше. например, что еще будет круче, но просто, знаешь, как для рядового человека это угого, вот, тем более, все-таки такой знаковый фильм, во-первых, а Марвел, во-вторых, ну, блин, собственно, такой мега-блокбастер и все дела, в общем, поэтому... Да, это круто. Тем более, что в итоге интерфейс Альтрона был клевый. Я на самом деле не понимаю, что еще людям нужно для мотивации. Вот, у вас есть крутые примеры, типа, Хоменко, который вот уехал в МПС, и надеюсь, у него все там будет круто, потому что, как бы, в его возрасте тоже молодец. Какая еще мотивация людям нужна, я не понимаю. Вот, посмотрите, чувак добился, молодец. И я думаю, он на этом тоже не остановится. Вот, поэтому ищите для себя что-нибудь, что вас вдохновит и ебашится. Отлично. Так. Что такое прям? Что у нас еще там писали? Стрим. Всем не нравится Мстители. Ну, блин, ребята, хорошо, не знаковый фильм, кассовый фильм. Вот, кассовое слово правильно. Назови, тут пишут, назови своих любимых художников. Про Дэна Левиси спрашивает, на самом деле, почему ты его любишь назвали, но он Левиси, на самом деле. Нет, мне он не нравится. Он, конечно, молодец, там придумал персонажей, у него там все это успешно. Это круто, но сама стилистика, мне его вообще не импонирует никак, мне совсем она не нравится, грубо говоря. Вот, но когда-то на Девиан Арте я смотрела на его работы и такая, да, круто, но сейчас мне не нравится. Вот, а вообще, так, я сходу, конечно, не скажу, но, смотря в каком плане, если имеется в виду техника, то, не знаю, мне нравится Риан Джияо, очень нравится. нравится. Господи, почему все Риан Джияо, на самом деле? Ну, не знаю. Это все иностранные имена нам можно произносить. Ну, ладно, нельзя, как хоть и будет. не знаю, выполненными, вот и все. Я не могу назвать художников, прям, мне нравится все. Ну, кем я вдохновляюсь, я тоже так не могу сказать. То есть, я захожу на ArtStation, раньше это был CG Hub, вот, смотрю там работы, чаще всего это бывает я, ну, как бы сейчас такого нету, но раньше я пересматривала свои фейвориты, потому что, как бы, я добавляю прям, ну, совсем вот фейвориты, это то, что мне прям очень нравится, либо какие-то вещи, которые я бы хотела бы повторить, потом, то есть, я таким образом их сохраняю для себя, то есть, там мне понравился мазок или техника, я как бы хочу их повторить, поэтому я эту работу добавляю куда-нибудь, вот, так что у меня нету прям мега-любимых художников, но в плане мотивации я уже всех назвала. Да, назвала. Так, что еще я хотела спросить? На самом деле много чего. Алиса, а вы сейчас вопросы в следующем? Да, конечно. У тебя спрашивают, вот, в догонку к вопросу любимых художников, вот, за кем в цифровом искусстве ты готова была пойти без вопросов хоть в ад, хоть на край света и рисовать крутейший арт? Есть такой человек? такой провокационный вопрос. Знаете, у меня тут сидит молодой человек, он не будет в восторге от моего ответа, так что я бы молочу. нет, это же профессиональный вопрос. так что я не буду спрашиваться на кого-то конкретного. Не знаю, мне не нравится этот вопрос, он слишком провокационный, поэтому я не буду отвечать. А почему прокурационный? Чем? Ну, я не знаю, здесь затрагиваются какие-то конкретные люди, поэтому я просто не знаю, чего ответить, поэтому не будь говорить. ой, все, к следующему вопросу. Кстати, отвечаю вслух еще раз про встречу с Джаммой Джарабаевым. Те, кто не знает, дата немножко изменилась, к сожалению, зависит не от нас, не от Тани, в общем, от Джаммы, наверное. И, соответственно, дата 10 октября в Санкт-Петербурге встречи. Встреча с Джаммой с 10 октября в Санкт-Петербурге. Вот. Кому интересно, заходит на страничку Тани или вот то, что Алиса кинула в чат. и то, что будет в описании к видео и записывается на встречу. Проходите, если ребята потом в записи засмотрят, то Peter R. Days и там вся информация будет. Ну, минутка реклама прошла, задаем вопросы по теме дальше. Прошло. Пару слов о том, что ты сейчас творишь, что-нибудь поменялось, не поменялось, что ты планируешь, что с фоном, я не знаю, пару слов, мне кажется, что не она работе сказать, чтобы... Окей. Да, я продолжаю, в общем-то, делать инопланетянина, немного неосознанно. Я просто... Обычно я так не клепаю, просто сейчас сложно сосредоточиться. Так получается, что я очень много времени уделяю на то, чтобы поклепать менюшечки, потому что не всегда соображаю, что делаю. но в целом я просто продолжаю делать все. Фон, наверное, останется пока такой, то есть, зачем его сейчас трогать, это наконец, да и вообще в этих работах с инопланетянами у меня черный фон, и мне это нравится. сейчас просто делаю дизайн, вот и все. Делаю броньку чуваку как-то по своему вкусу. Ну, ничего особенного. Мне пока не нравится. Не знаю. А вот часто бывает, что-то будет, то есть, что-то совсем не нравится. Понимаем, что художник как правило работой гордится, любит ее непродолжительное время относительно. А как вот с этим? Ну, на самом деле у меня есть работа, которая нравится, есть, которая не нравится, но просто, не знаю, они нравятся людям, и я их там не удаляю. То есть, я смотрю, типа на ней дофига лайков, так, если честно говорить. Я просто вижу, что она кому-то нравится, я такая, ну, ладно, не буду удалять. но самой как бы я смотрю удаляю из соцсетей, то есть, удаляю там с контакта, точнее, даже в контакте-то я оставляю это все, удаляю из портфолио, то есть, у меня портфолио это артстейшн, то есть, как бы удаляю оттуда. Вот, а так, если я рисую, и мне что-то не нравится, я понимаю, что из этого ничего не выйдет, я просто закрываю, не сохраняю даже. Если я понимаю, что из этого что-то когда-нибудь выйдет, я это оставляю, ну, вряд ли я к этому когда-то приду еще раз, я это знаю, но просто сохраняю на всякий случай. Такое вообще никогда не бывало, чтобы мне особо что-то не нравилось, а я к этому вернулась, и еще из этого что-то вышло, это просто какой-то очень, это очень большая редкость, не было даже такого, может и было, я уже не помню. А у тебя есть такая, знаешь, знаковая работа, после которой ты поняла, что вот он произошел, там, level up, такое озарение, или все было на самом деле будничное, и люди врут про то, что есть. страна такая, знаешь, момент эбрика. Да, не знаю, сейчас надо взглянуть. Да нет, не было такого, но есть они, есть, просто ключевые моменты были, когда какие-то крутаны это все лайкали, и ты такой да, вот он псевдоуспех какой-нибудь, не знаю, ну, это, конечно же, радует, это такие мои, такие мелочи, которые, ну, они тебя радуют, и ты просто понимаешь, что кому-то это из крутанов нравится, что ты чего-то стоишь и продолжаешь это делать, вот еще одна мотивация, как вот так, не знаю, нет у меня знаковой работы, после которой я поняла, что вот оно, во-вторых, во-первых, еще, еще, еще просто не произошел этот момент, вот этот вопрос, типа, успех пришел, но успех близко, я это знаю, когда он будет, на самом деле, на самом деле, вот я сейчас говорю, ну, это как бы в шутку все, но вы должны ставить себе конкретные цели, то есть, без конкретной цели, если вы будете такой, о, я не знаю, что мне делать, куда мне пойти, там, зачем я рисую, ну, вы так никогда ничего и не нарисуете, вы не найдете, для чего вы это делаете, поставьте себе любую цель, то есть, вы не знаете, но вот вам нравится игра, там, не знаю, вам нравится Call of Duty, возможно, вы странный человек и любите эту игру, вот, и вам нравятся, там, концепты к ней, которых, кстати, не видела, может быть, кто-нибудь видел, но, в общем, в последней части, там, хороший дизайн, вот, может быть, там есть концепты, вот, вам нравится, там, Mass Effect или любая другая игра, возьмите, поставьте себе цель работать в этой студии, делать такие же проекты, просто, конкретно задайтесь целью, не бойтесь, вы вообще с этого ничего не потеряете, вот, надеюсь, ничего особо не происходит, у меня просто периодически монитор вырубается, не знаю, вам это видно, нет, вот, короче, задайтесь целью, не знаю, представьте, что вы работаете в этой студии, представьте себя в титрах какой-то игры, может быть, это звучит глупо, но, это так работает, только так, чем выше планка, тем больше вы достигаете, а, если вы ноете, и такой, ой, не знаю, что мне делать, ну, сидите, ничего не делайте. так, а у нас осталось 12 минут до конца стрима, поэтому задаем очень быстро все оставшиеся вопросы, так, если возможно, была бы у тебя возможность встретиться с собой в начале творческого пути, какой бы совет ты себе дала бы? завиставать больше, не знаю, да я, академку бы изучила бы побольше, вот, я думаю, это конец вопроса, просто изучила бы побольше азов, ну, то есть, как бы, сейчас это, это немного скучно, то есть, на стадии, когда ты совсем новичок, тебе это скучно, но, как бы, тебе это нужно, а сейчас ты понимаешь, что ты можешь и без этого обойтись, но это все равно нужно, то есть, как бы, есть база, но я бы хотела бы там ее чуть-чуть посильнее сделать, вот, но мне уже это, как бы, скучно этим заниматься, поэтому просто, опять-таки, надо себя перебороть, думаю, так и поступлю в ближайшее время, не попросы, там вроде пофигово, да, там, да, я что-то сдавал, ты, а то я как-то отнимаю прям все, я понимаю, какой нехороший человек, ой, тебя спрашивают, что ты говорила о дизайне, изучала ли, что почем, но я думаю, что твоя тема образования, мы уже касались все ни разу за этот вечер, я скорее, может, перефразирую, как ты дошла до дизайна, то есть, это нечто путем наблюдения и самообразования, какие-то курсы, туториалы, какие-то... Нет, никаких курсов, туториалов, просто смотрите на... Ну, вот, например, вы хотите делать робота какого-то, берете рефы роботов, просто ставите их рядышком, на самом деле, я тоже не так, что много этим занималась, просто как-то вышло, что у меня с дизайном особых проблем нет, чтобы совсем шляпы делать, есть, конечно, всякие погрешности, но в целом, как бы, все нормально, если адекватно заглянуть, вот, просто смотрите на работы, не знаю, Климова, Булгарова, еще всяких крутых 3D-шников, если это не касается роботов, смотрите, дизайн направлено на какие-то ваши вещи, то есть, если вам нравится рисовать эльфов в рясах всяких, и с посохами, смотрите, дизайн азиатов, у них дофига это ереси всякое, веселое, ну, не то, чтобы ереси, каждому свое, мне даже нравится, иногда, короче, совет в том, что смотрите на людей, которые это уже сделали, не надо ничего выдумывать, вот, просто смотрите, пробуйте сами, вот, пробуйте, пробуйте, и у вас однажды получится крутой дизайн. Учитесь у лучших, учитесь у мастеров, смотрите на их работы. Да, чем выше уровень работ, на который вы смотрите, тем больше вы сами развиваетесь. Если вы будете смотреть на всякую фигуру, то вы будете развиваться. Так, ну что, у нас 8 минут осталось, давайте спрашивайте. Так, про это мы не будем спрашивать, про это будем. Ну, мы сейчас, да, всякие минные вопросы не зададим. Кстати говоря, да, вопрос спрашивал человек по имени Василий, когда свой гам-роуд запилишь? Никогда, я не считаю, что я могу что-то показать за деньги. Вот. Но пока, ну, точно не в ближайшее время, я не знаю, у меня пока не, в общем, нечего пока показывать, так что, пока ничего не буду. Два вопроса, вот еще вопрос про текстурные кисти, любишь ли делать текстурные кисточки как один из предыдущих стримеров? Нет, я вообще не использую текстурные кисточки, то есть у меня есть несколько кисточек, но они не текстурные, не знаю, нет, я не такие вообще. Текстуру ты кладешь просто из фоток, если надо положить текстуру, да? Ну, смотря какая текстура, у меня особо текстур нет никаких, вот у меня металл, чего можно обычно кисточками рисовать, а так я ткань, я сама всю рисую, вообще ткань обожаю рисовать, не знаю, как-то у меня, у меня просто нет надобности, если честно, в использовании текстурных кисточек, это для тех, кто рисует горы, там, песок, растения всякие, им это надо, у меня нет. Я пока, ну, когда я environment начну делать, я думаю, буду использовать их, пока не рисую. Я говорю, у нас медленный просто настоящий мужик, только обычная кисть, только хардкор, никаких текстур. Не, ну, как бы иногда, если они нужны, прям, то да. Нет, но есть кисточки, которыми хорошо рисовать металл, вот, например, там, такая кисть, немного шершавая, вот, ей хорошо металл получается, но, можно и обычно нарисовать. То есть, у меня в тутере, ну, не в тутере, а в спидпейнте, где рисую Destiny, я там использую кисточку, которая чуть-чуть, тоже с текстурой, но это большая роль, и не играет, это просто выглядит под стилизацию Destiny. ничего, все тут, короче. Вот. Еще вопросики. Так, еще вопросики, так, изучение, опять изучение. Так, финальный вопрос потом, это у нас всегда. Да. попросить Ангелину кинуть линк на уроке по SD Max, на который раньше упоминали, а это Ангелина потом укажет, а мы в видео, я думаю, запостим. Да. Вот, собственно, как и обещались. и так, кстати говоря, интересный вопрос, на чем акцентировалось в самом начале свое обучение в CG? То есть, ты знаешь, когда я объясняю, мне тоже интересно, почему, потому что, знаешь, когда все хочешь попробовать, хочешь там 2D, 3D, ля-ля-ля, в общем, все, и как ты не разбивала вот свое время, то есть, ты знаешь, когда там чуть-чуть, там чуть-чуть, как ты себя вот сконцентрировала на обучении в разных, скажем так, программах и в разных ресурсах. Да, на самом деле, никак, просто, во-первых, у меня было много свободного времени, потому что я не работала, не училась, вот, и там, я посмотрела тутер, например, с портретами, и вот как бы сделала их, ну, как бы, просто делала портреты, там, посмотрела еще что-нибудь, или захотелось, чтобы персонажку, нарисовала персонажку, то есть, если я, не ошибаюсь, я вроде, вот эти штуки вдохновлены были Энтони Джонсом, то есть, вот у него тоже ЧБ было, я тогда смотрела, и такие, о, какие-то абстрактные женщины с какими-то штуками, вот, ну, просто, рисовала в ЧБ, что значит себя найти, ну, если тебе нравится, если ты хочешь делать так же, ну, ты себя нашел, осталось только скилл, ну, прокачать, вот, если тебе нравится, и у тебя не получается, это не значит, что это не твое, то есть, как бы, если тебе это нравится, то нужно к этому идти, просто так ты ни к чему не придешь, я уже говорила об этом, вы будете рыдать, страдать, и если вы не рыдаете, не страдаете, значит, вы что-то делаете не так, потому что к успеху ты без этого вообще не придешь, я думаю, может, конечно, кому-то повезло, и кто-то пропустил этот момент, и у него не было депрессии, но этому человеку повезло, я думаю, все сложно, все впереди, да, круто, давайте будем оптимистами все впереди, у меня единственная, одну новость, только еще быстро втисну, для тех, кто, ну, мы еще не объявляли, через неделю у нас будет, скажем так, пара обычных стримов, и один очень необычный, где все наши прекрасные зрители, слушатели, смогут нас видеть, если мы все, в общем, прекрасно настроим, да, придется резко похудеть на 10 килограмм, чтобы выглядеть хоть как-то пристойно, он будет проводиться из славного города Орла, в котором мы поедем не просто так, вот, а туда с нами поедут еще, возможно, двое, возможно, один крутой художник, и будет рассказывать про арт, в общем, будет такая очень-очень-очень экспериментальная штука, безумно очень экспериментальная штука, поэтому готовьтесь, и будет. Да ладно бы, нормально вы выглядите. Я сегодня вас встретила. Как это, кстати, понравилось на скетчке? Ну, вообще, миленько, на самом деле, мы сначала пришли и думали, чего мы тут забыли, потому что как-то, не знаю, ни с кем не общались, а потом разговорились, вроде клево даже. Не, вообще... Да, в целом понравилось, то есть сначала сложилось неправильное впечатление, и вообще, наверное, надо всем посоветовать, опять-таки, поначалу вы будете рыдать, и думать, зачем вы сюда пришли, но потом вы такие, о, вроде клево. То есть, как бы, много людей, которые, ну, мы не с многими пообщались, конечно, но поняли, что много людей, которые тоже работают, и которым тоже есть, что рассказать, даже несмотря на то, что они прям много-то в CG не работают. Так вот. Эй. Да, нравится. Что собираете? Так, еще раз повторяю, те, кто не понял стрим, будет прикольный стрим из города Орла, в общем, с видеокамерами, где нас снимать будут. То есть, не только будет экранчик видно, а где будут наши рожи, наши тела, разные степени пышности, в общем, такой мастер-класс-лайф, тогда назовем Дениска. Мастер-класс-лайф, да, Орел. Прекрасный город Орел. В субботу это будет днем, причем он будет не вечером, а днем, поэтому будет, соответственно, весело. Специально никому туда ехать не надо, это будет в онлайне все. Это будет для, как сказать, орловцев или орлят, не знаю, как сказать. орловцев или орловцев или орловцев. Ну, я думаю, все, надо прощаться, говорить о кроме... Да, и вам последний вопрос, последний вопрос, ты чего? А, ну, да, безусловно. Ангель, я думаю, ты знаешь вопрос. Да. Бэтмен или человек, я выбираю карателя. Неа, между этими двумя, пожалуйста. Пожалуйста. Ну, наверное, Бэтмен, потому что это взрослый мужик, они в школе. Бэтмен выигрывает, прекрасно. Ну, собственно, всем огромное спасибо, Ангелина, тебе огромное спасибо, что пришла к нам на стрим, рассказала много полезного, просто офигенно много полезного. Спасибо нашим зрителям, слушателям за то, что пришли все это посмотреть, выделили, скажем так, выкроили вечер. Мы вам очень признательны и очень вас любим. С вами были Алексей Мельников, Алиса Хусанудинова, и Ангелина Строганова. Спасибо, пока-пока. Спасибо. Всем пока.